Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. И сегодня в этой студии я буду беседовать с начальником отдела по работе с обращением граждан Управления Федеральной службы судебных приставов Самарской области Марина Николаевна Волковой. Здравствуйте. Добрый день. Ну что же, давайте начнем наш разговор. И первый вопрос, может быть, несколько такой организационный. Расскажите, пожалуйста, о времени приема дежурного судебного пристава исполнителя. Что это вообще за процедура и как она проходит? В целях принципа и открытости службы судебных приставов с гражданами, с населением на территории Самарской области, в каждом структурном подразделении имеется дежурный судебный пристав. Что это означает? Любой гражданин, представитель организации вправе обратиться в неприемное время к дежурному судебному приставу в рамках интересующейся информации по исполнительному производству. В каждом структурном подразделении имеется дежурный судебный пристав, который непосредственно определяется старшим судебным приставом, начальником структурного подразделения. Дежурный судебный пристав дежурит в течение всего рабочего дня с 9 до 6 и принимает абсолютно всех граждан, которые обращаются в то или иное структурное подразделение по любому вопросу. Что значит по любому вопросу? Да, вот давайте как раз обозначим тут тот круг вопросов и проблем, с которыми, к примеру, можно обратиться. Может вправе обратиться, конечно же, абсолютно любой гражданин, но дежурный судебный пристав вправе предоставить информацию, касаемо исполнительного производства, если действительно гражданин является стороной исполнительного производства, то есть должник, взыскатель, либо представитель должника или взыскателя. Дежурный судебный пристав вправе принять любое заявление, ходатайство в рамках исполнительного производства. Ну, допустим, поступило ходатайство от взыскателя о применении мер принудительного характера в отношении должника в виде ограничения права на выезд. Соответственно, дежурный судебный пристав принимает такое ходатайство, передает дело производителю для соответствующей регистрации и, соответственно, в дальнейшем передается уже действующему судебному приставу исполнителю, который ведет исполнительное производство. Более того, дежурный судебный пристав исполнитель вправе предоставить стороне исполнительного производства, либо его представителю, информацию в рамках исполнительного производства. То есть какие процессуальные действия были совершены, возможно, сторона исполнительного производства, то есть гражданин, который обратился на прием, захочет получить какие-либо процессуальные документы в подтверждение того или иного действия в рамках исполнительного производства, соответственно, дежурный судебный пристав исполнителя вправе выдать такой документ. Поскольку у дежурного судебного пристава исполнителя на момент его дежурства имеются полномочия, допуск в программный комплекс ПК и СВССП России, где, в принципе, и значится учет всех исполнительных производств в каждом структурном подразделении. Марина Николаевна, я хочу задать, на мой взгляд, логичный вопрос. На прием даже к дежурному судебному приставу нужно иметь какой-то документ? Ну, помимо, разумеется, паспорта. Что-то еще нужно? Нет, достаточно подтверждающего документа, удостоверяющего личность, но, опять же, если сам гражданин является стороной исполнительного производства. Если же это представитель доверителя, то, соответственно, доверенность нотариальная заверенная с указанием тех обстоятельств, что гражданин имеет право предоставлять интересы в рамках исполнительного производства и участвовать в проведении исполнительных действий. То есть этот документ, если это доверитель, то, соответственно, в любом случае он должен быть. Как можно узнать, как можно определить дежурного судебного пристава исполнительно в структурном подразделении? Абсолютно в каждом структурном подразделении имеется дежурный судебный пристав по УПДС, который обеспечивает установленный порядок структурного подразделения. Соответственно, он ориентирует гражданина, того гражданина, который обратился в структурное подразделение, неважно он пришел к судебному приставу, к дежурному, либо он пришел к своему судебному приставу в целях интересоваться, каким образом ведется исполнительное производство. Ну и, соответственно, дежурный судебный пристав по УПДС определяет кабинет, наименование и должность того лица, кто осуществляет непосредственно прием. Более того, в каждом структурном подразделении, если как бы уже гражданин не сориентировался, скажем так, сразу заходя в структурное подразделение, в каждом структурном подразделении у нас имеется информационный стенд по порядку рассмотрения обращений граждан, информация о графике приема дежурным судебным приставам также размещена на этом стенде. Я никогда не была в отделе судебных приставов, но я была в налоговой. Когда заходишь в налоговую, всегда встречает сотрудника, в фойе в холле находится и дальше уже спровождает какую-либо навигацию. Так ли у вас? Ну и, наверное, сотрудник всегда в форме и сразу можно его определить? Безусловно. Безусловно, конечно, да. То есть, заходя в любое структурное подразделение, гражданин может сориентироваться к кому. То есть, если он растерялся, то есть, ну, волнительное состояние, да, у гражданина. Ну, в таких заведениях, наверное, да. Возможно, да. То есть, в любом случае, да, найдутся должностные лица, которые смогут сориентировать, к какому должностному лицу необходимо обратиться с тем или иным вопросом. Спасибо. Марина Николаевна, вот вправили дежурный судебный пристав выдавать сторонам исполнительного производства процессуальные документы. Вот в рамках, конечно, исполнительного производства. Выдавать, да. Я уже ранее отмечала о том, что у дежурного судебного пристава в момент его дежурства имеется, скажем так, имеется доступ в программный комплекс ПКИС в ССП России. Соответственно, он может войти в любое исполнительное производство по системе электронного документа оборота и вывести тот документ, то есть, сформировать его, который, в принципе, необходимо выдать гражданину. Соответственно, документ будет выглядеть полноценным, с электронно-цифровой подписью. Этот документ будет иметь юридическую силу. Соответственно, если гражданину необходимо этот процессуальный документ предъявить куда бы то ни было, то, соответственно, он абсолютно полноценно может это сделать. – Скажите, можно ли и нужно ли к вам заранее на прием к дежурному приставу записываться, либо можно сразу обратиться? И существует ли какой-то регламент на каждого человека? Очередность какая-то существует? Вот как вообще этот процесс организован? – Запись не предусмотрена. Как правило, это живая очередь. Скоплений людей, как правило, опять же, нет. То есть, соответственно, стараемся принимать граждан, скажем так, оперативно. Регламент действительно по времени существует. Он определен приказом управления для каждого структурного подразделения в целом не более 15-20 минут. Если же, конечно, создалась ситуация, при которой необходимо, скажем так, разгрузить дежурного судебного пристава, в этом случае действительно по регламенту, как вы отметили, он у нас существует, действует, утвержден руководителем аппарата управления. Соответственно, старший судебный пристав подключается к этому вопросу и может перераспределить к свободным судебным приставам, которые находятся на рабочих местах. Но ввиду того, что для всех судебных приставов предусмотрены приемные часы, которые также утверждены приказом директора службы судебных приставов, это вторник и четверг, соответственно, если судебный пристав не является дежурным, он вправе выезжать на исполнительные действия, участвовать в судебных процессах и так далее. То есть проводить свою работу в соответствии с своим должностным регламентом. Но если же судебный пристав действующий оказался на месте, то старший судебный пристав, конечно же, в целях того, чтобы разгрузить, скажем так, дежурного судебного пристава и не создавать скопление людей вправе определиться к более или менее свободному приставу, который, скажем так, сможет принять этого гражданина. Марина Николаевна, с этим понятно. Скажите, пожалуйста, даже вернее расскажите, и что особенно важно, приведите, пожалуйста, примеры сейчас, с какими вообще наболевшими жизненными вопросами можно обратиться к дежурному приставу? Потому что, ну, возможно, есть такие проблемы, что вот, ну, не знаешь, куда обратиться. А вот, возможно, именно к вам. Расскажите, пожалуйста. Ну, начну с банального, наверное, да, как правило, обращаются взыскатели в большей степени, которые не удовлетворены работой судебного пристава исполнителя. В чем это выражается? Непринятие полного комплекса мер в рамках исполнительного производства в целях надлежащего исполнения решения суда. Но, к сожалению, имеет место, скажем так, вот как раз наоборот, выполнение всех требований, но отсутствие имущества у должника и денежных средств на расчетных счетах не свидетельствует о бездействии судебного пристава. То есть судебный пристав, да, действительно должен провести полный комплекс мер. В чем он выражается? То есть это получить информацию об имущественном положении с регистрирующих органов, проверить имущественное положение по месту регистрации проживания должника, то есть осуществить правильный, качественный опрос должника, в чем причина, выяснить эти причины, да, по какой причине не исполняется решение суда. Вполне возможно, могут быть и объективные причины. То есть должник действительно не уклоняется, но сложилась, скажем так, не совсем благоприятная обстановка, да, для должника с финансовой точки зрения. Поэтому, собственно, должник и не может, скажем так, исполнить. Но этот опрос проводите лично вы и при личной встрече? Опрос проводит судебный пристав исполнитель, конечно же, безусловно. Да, он проводит это на месте, либо когда гражданин, то есть в данном случае должник, приходит на прием. То есть отбирает объяснение от должника, по какой же причине не исполняется решение суда, либо это производится на месте при осуществлении выхода к должнику по месту его проживания. То есть устанавливается его имущественное положение, по какой причине выясняется, да, должник не принимает меры к погашению задолженности, разъясняет порядок процессуальный в соответствии с действующим законодательством. Если действительно должник лишился работы, да, то есть у него на сегодняшний день отсутствует источник дохода, то, конечно же, мы рекомендуем обратиться в суд за рассрочкой, либо отсрочкой исполнения решения суда. Закон это предусматривает, поэтому, собственно, у нас как и взыскатель, так и должник имеют права. И мы, скажем так, при исполнении судебных решений, актов иных уполномоченных органов должны, безусловно, соблюдать права и законные интересы граждан, ну, в том числе в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Поэтому, собственно, в большей степени, конечно, поступают обращения в устной форме на приеме со стороны взыскателя, но, тем не менее, имеет место и поступление устных обращений со стороны должников. Что это, о чем это говорит? То есть, не всегда, к сожалению, взыскатели сообщают судебному приставу-исполнителю о погашении задолженности. То есть, если должник оплатил, на банальном примере, образовавшуюся задолженность по коммунальным платежам, оплату должник произвел на реквизиты взыскателя. То есть, как порядочный гражданин добросовестный, получив судебное решение, либо квитанцию об оплате задолженности, не подразумевая, что данное решение суда, то есть исполнительный документ будет предъявлен службе судебных приставов, оплатил... Оплатил и думал, на этом, да, дело завершено. Однако же нет, да? Да, вот. И, соответственно, судебный пристав при возбуждении исполнительного производства, скажем так, уже применяет меры принудительного характера. То есть, в чем оно выражается? Судебный пристав не всегда обязан уведомлять должника о применении мер принудительного характера, поскольку у нас имеются меры обеспечительного характера, то есть, в виде наложения ареста на расчетные счета, вынесения постановления о запрете регистрирующих регистрационных действий на имущество, как в виде транспорта, так и в виде объектов недвижимого имущества и так далее. Поэтому, собственно, когда должники получают документы, да, о том, что в отношении их имущества, скажем так, ведется, можно сказать, принудительное исполнение, то, соответственно, конечно же, от негодования должники обращаются к судебному приставу, дабы выяснить причины. Негодование, да. Ну, собственно, скажем так, возникают вопросы вот такого характера на приеме, также и от должников. Безусловно, к нам обращаются граждане в виде третьих лиц, поскольку имеет место опять, скажем так, применение мер принудительного характера в рамках исполнительного производства в виде запрета на регистрационные действия в отношении автотранспортного средства, когда уже транспорт не принадлежит должнику. То есть ранее, до возбуждения исполнительного производства, произошло даже это не отчуждение, скажем так, а, то есть, была произведена сделка, соответственно, на момент возбуждения исполнительного производства, правообладателем автотранспортного средства стал уже совершенно другой человек, да. Ну, и, соответственно, вот происходят такие вот технические ошибки, соответственно, граждане обращаются, дабы решить свой вопрос и защитить свои права, поскольку у многих уже запланированы сделки, бывают такие моменты, что сделки срываются, да, безусловно. И дополнительно еще у нас открытый, скажем так, вопрос на сегодняшний день, но мы с этим вопросом разбираемся. Я очень сильно надеюсь, что в ближайшее время мы вообще закроем этот вопрос. Вопрос какого рода? Накладываем аресты на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах. И в процессе исполнения этих постановлений обращаются к нам граждане так называемые, мы их так называем, двойники. То есть с идентичными данными, имя, фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения. Соответственно, задача судебного пристава возбудить исполнительное производство на основании предъявленного исполнительного документа, если он соответствует всем требованиям Федерального закона об исполнительном производстве. Предусмотрены нормы, статья 13 Федерального закона об исполнительном производстве, по которому судебный пристав определяет, соответствует исполнительный документ требованиям или не соответствует. Соответственно, от этого будет зависеть. Судебный пристав примет процессуальное решение о возбуждении исполнительного производства, либо откажет возбуждение. Соответственно, получая информацию о соответствии требований исполнительного документа, судебный пристав полноценно понимает, что необходимо возбудить исполнительное производство. Возбуждая исполнительное производство, судебный пристав направляет запросы в регистрирующие органы по установлению имущественного положения должника. И, к сожалению, кредитные организации, они, наверное, в полной мере не по своей вине, а по каким-то техническим возможностям не могут полноценно определить лицо, то, которое обслуживается непосредственно в кредитном учреждении. Поэтому ввиду того, что мы непосредственно работаем с обращениями граждан как с устными, так и с письменными, которые к нам поступают, конечно, безусловно, имеется в процентном соотношении на сегодняшний день где-то порядка 10% таких обращений от двойников. То есть люди пишут совершенно с других регионов, соответственно, с идентичными данными. Мы просим приобщать, помимо правоустанавливающей документы в виде паспорта, идентификационные требования с НИЛС и ННН, для того, чтобы полноценно определить, что действительно гражданин... Ну, какие-то решения уже есть, это действительно мошеннические действия, либо это вот на самом деле полностью так все совпадает? Нет. Безусловно, это не мошеннические действия. Это, наверное, подразумевает совпадение граждан с данными. Данными у нас будут вноситься поправки в наш федеральный закон об исполнительном производстве в части предъявления требований к исполнительным документам. И вот именно по данным поправкам, я думаю, что вот такие нюансы в виде нарушения прав третьих лиц, граждан, они со временем, скажем так, вот... Давайте поговорим о сервисе личной кабинеты страны исполнительного производства. Расскажите, пожалуйста, вот о их возможностях. Да, действительно, сервис достаточно активно используется гражданами. Не всеми, конечно. Безусловно, мы проводим популяризацию данного сервиса. Проводим достаточно часто презентацию для крупных организаций, для кредитных, микрофинансовых организаций, для организаций по взысканию коммунальных услуг. Что это подразумевает? Дело в том, что каждый гражданин, абсолютно каждый гражданин, неважно это физическое либо юридическое лицо, для того, чтобы сэкономить свое время и лично не посещать судебного пристава, о чем мы с вами изначально говорили, да, посещение дежурного судебного пристава. Если гражданин желает получить информацию о наличии исполнительного производства, есть ли у него вообще, да, исполнительное производственное исполнение. Ну, вообще проверить, да, себя, свои данные. Ну, зачастую, да, вот очень радует, что очень много граждан действительно интересуется о своей судьбе, да, обращаются с подобными обращениями. Соответственно, буквально... Чтобы неожиданная смс-ка не пришла, да, за эти блокировки счета. Совершенно верно. Ну и, соответственно, гражданин, не выходя из дома, может зарегистрироваться в личном кабинете официального интернет-сайта аппарата управления Федеральной службы судебных приставов, подать заявление. Есть несколько категорий заявлений, в зависимости от того, что желает получить гражданин. Если же гражданин желает уточнить, имеются ли исполнительные производства на принудительном исполнении, ему достаточно направить заявление о наличии, либо об отсутствии исполнительного производства. В том числе, помимо... Ну, форма, прошу прощения, перебиваю, форма наверняка размещена на сайте. Все это удобно, доступно и может воспользоваться, как говорится, пионер и пенсионер. Совершенно верно. Более того, на официальном интернет-сайте размещен алгоритм правильности регистрации в личном кабинете. То есть пошагово для каждого гражданина доступна в схематичной, скажем так, схеме. Все определено, куда зайти, где какую кнопочку нажать, какую вкладочку необходимо заполнить. Все для удобства граждан. То есть, если гражданин даже не владеет, скажем так, какими-то компьютерными навыками, то есть он в любом случае сможет это сделать. Какие возможности еще открываются при пользовании личного кабинета? Ну и вот, может быть, еще какие-то удобства озвучите? Ну, помимо временных, конечно. Да, безусловно, вот не успела сказать. Гражданин, если он знает, что имеется исполнительное производство, ну, как правило, это относится к взыскателям. Опять же, дабы сэкономить свое время, не стоять у судебного пристава, да, скажем так, в очереди для того, чтобы получить информацию по исполнительному производству, сервис, личный кабинет стороны исполнительного производства предусматривает подачу заявления на подписку о ходе исполнительного производства. Очень удобно. Соответственно, достаточно только лишь один раз зайти в личный кабинет, подать заявление такого рода, в правильной форме его довести до логического завершения. Соответственно, если процедура регистрации такого заявления пройдет верно, данное заявление в автоматическом порядке перейдет в программный комплекс ПК и СФССР России. Соответственно, если гражданин, еще раз повторяюсь, правильно оформит все требования, заполнит все вкладочки, поскольку очень важно указать номер исполнительного производства и структурное подразделение, где находится конкретное исполнительное производство. Соответственно, судебный пристав в электронном виде исполнительного производства в программном комплексе ПК и СФССР России видит поступившее заявление. В течение трех дней судебный пристав рассматривает об удовлетворении данного заявления, либо об отказе. Но зачастую, конечно, данное заявление удовлетворяется, поскольку оснований для отказа просто нет. Скажем так, сформировав в электронном виде, то есть это тоже делать все в автоматическом режиме, судебный пристав, сформировав уведомление об удовлетворении данного заявления, это уведомление в автоматическом порядке уходит в личный кабинет гражданину. И с этого периода гражданин, то есть взыскатель, это может даже быть должник, но зачастую это взыскатель, поскольку больше взыскателей интересуют, что непосредственно сделано и какие действия совершены в рамках исполнительного производства. Ну и, соответственно, взыскателю в личный кабинет будут падать все абсолютно процессуальные документы в виде постановления. Также они будут иметь юридическую силу, будут полноценно оформлены с электронно-цифровой подписью судебного пристава. То есть это можно считать полноценным ответом? Ну да, в принципе, как бы не всегда важно получить ответ, а важно порой получить процессуальный документ в подтверждении того или иного действия, да, что действительно в отношении... Ну документ для своего спокойствия или его куда-то можно дальше применить? Ну в зависимости от того, что желают... Да, конечно, да. Ну может быть взыскатель захочет обжаловать то или иное постановление, поскольку постановление по исполнительному производству, виды постановления их достаточно много. То есть может быть взыскатель не совсем удовлетворит постановлению судебного пристава об отложении исполнительных действий, да. То есть у взыскателя возникнет вопрос, а на основании чего судебный пристав это сделал? Основание, причины. То есть, ну в основной массе, конечно же, это необходимо взыскателю для, ну да, успокоения, скажем так, да, что действительно в рамках исполнительного производства ведется работа. Но, возможно, и для использования в целях обжалования этого постановления. Марина Николаевна, вот любопытный вопрос. Люди, когда заходят на портал, общаются с вами через личный кабинет. Вот насколько вы сейчас можете сказать, что вообще жители нашего города юридически подкованы и информированы о законах, о судебных приставах, о правилах, о положениях, ну вот вообще в общем и целом? Ну, в целом, конечно же, безусловно, я считаю, что граждане проинформированы о возможностях, скажем так, всех сервисов, которые имеются в службе судебных приставов, то есть о всех изменениях, поправок, которые вносятся в наш федеральный закон, ну и судя по жалобам, по обращениям, конечно же, ну опять же, и с нашей стороны оказывается помощь, поскольку информация по порядку обжалования действий судебных приставов, по порядку подачи каких-либо документов, мы это все размещаем как на интернет-сайте, на официальном интернет-сайте, так и в каждом структурном подразделении на информационных стендах имеется информация. Ну, конечно же, безусловно, на мой взгляд, я считаю, что граждане юридически подкованы. Стали более юридически, да? Но вот все-таки оперативно, можно ли сказать, что это несет оперативный способ получения информации вот о ходе исполнительного производства, также о наличии, об отсутствии исполнительного производства судебных приставов? На мой взгляд, это достаточно удобный сервис, удобный, но мы же с вами должны понимать, что категория граждан распределяется на более современные, да, и более, скажем так, те граждане, которые не совсем доверяют компьютерной технике. Поэтому, собственно... Привыкли по старинке, да? Ну, конечно, да, безусловно, написав обращение в письменном виде, сдав его через официальную канцелярию, да, либо почтовым направлением. То есть гражданин считает, что это тот способ доставки обращения, которые наверняка рассмотрят это обращение, да, и заявитель получит ответ. Конечно же, более современные люди, они в основной массе используют сервис личный кабинет. И по статистике, конечно же, мы это видим, мы это понимаем, но, тем не менее, существует закон о порядке рассмотрения обращений граждан РФ. РФ, и гражданину дается право обращаться как в письменной форме, так и посредством сервиса электронного документа оборота. Поэтому никто не запрещает использовать тот или иной вариант. Конечно же, мы призываем граждан использовать сервис по той причине, что это удобно и для граждан, это удобно, конечно же, и для нас. Поэтому, собственно, и стараемся ориентировать население на использование данного сервиса. Вот использование еще сервиса сайта Федеральной службы судебных приставов Самарской области. Какие возможности открываются перед посетителем? Ну, проще говоря, что можно узнать, какую информацию на сайте? На официальном интернет-сайте у нас размещен раздел «Банк данных исполнительных производств». Соответственно, каждый гражданин, ну, опять же, юридическое лицо вправе, не вправе, а может для себя поинтересоваться, да, то есть ведутся ли в отношении него исполнительное производство или нет. Достаточно для физического лица указать фамилию, имя, отчество, для юридического лица наименование организации. Соответственно, при введении данных в раздел «Банк данных исполнительных производств» интернет-сайт покажет все исполнительные производства, в том числе и оконченные, за исключением фактического окончания, то есть все производства, которые находятся в структурных подразделениях. То есть конкретика будет по судебному приставу исполнителю, который ведет исполнительное производство, структурное подразделение, контактный телефон, адрес, номер исполнительного производства, ну, как бы все те реквизиты, которые необходимы для гражданина, чтобы понимать, где, куда ему обращаться, с каким вопросом, да, и в дальнейшем уже определить для себя, как решить ту или иную проблему. Вы знаете, есть такое выражение, у нотариуса не спорят, у нотариуса соглашаются. Что делают у судебных приставов? Ну, вот ваше мнение. И все-таки понятно, что вы находитесь прежде всего на стороне закона и в том числе на стороне, защищаете интересы жителей Самары, Самарской области. Но вот тем не менее, что бы вы порекомендовали? Все-таки стоит обратиться, да даже в профилактических мерах в службу судебных приставов и узнать, есть ли у тебя на сегодня какая-то задолженность. Вот, может быть, небольшое такое обращение к тем, кто нас смотрит. Безусловно, конечно же, мы призываем всех граждан использовать официальный сайт службы судебных приставов для того, чтобы понимать, да, если человек добросовестный, он добросовестно относится к оплате своей задолженности, да, будь это административный штраф, выданный органом ГИБДД, будь это налоговая задолженность, коммунальная задолженность. То есть в любом случае добросовестный гражданин всегда поинтересуется. Безусловно, конечно же, для того, чтобы не было каких-либо моментов в части ограничения, установления ограничений права на выезд за пределы Российской Федерации, соответственно, гражданин вправе, конечно же, и мы призываем к тому, чтобы обращались и уточняли, скажем так, имеются исполнительные производственные исполнения. Самое главное, вовремя. Вовремя, да. Спасибо вам большое за ваши очень точные, компетентные ответы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Город». Спасибо, всего хорошего, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!